здравствуйте дорогие телезрители и вновь с вами мыльная пена программа о самых последних сплетних и слухах о латинских звездах нас всегда очень интересует что же там происходит за кулисами чем же они занимаются когда не снимаются а чем они занимаются женятся разводятся ссорятся заводят новые романы в общем жизнь кипит и так начнем со свадеб мексиканская актриса шерлин выходит замуж за политика херардо ислоса она дала интервью нескольким изданием и сказала что очень счастлива что обожает своего жениха что подготовка идет полным ходом а свадьба состоится в октябре ну интересная тенденция мексиканских актрис выходить замуж за политических деятелей ну посмотрите виктория руф дед гонсалес анай ангелика ривера теперь шерлин молодцы дамы правильно в общем понимают как надо в этом мире выживать актриса профессия зависимая тут всегда при муже может и роль дадут из уважения к высокому положению супруга почему бы нет луис фонси женится на гейде лопес в будущем году дело в том что они покажут гражданском браке что у них маленькая дочь и он наконец луис решил узаконить свои отношения с матерью своего ребенка вот ада мария обрадуется предвкушаем женился на своей подруге хайди балванера мексиканский актер хайми камен плачете поклонницы хайми теперь мужчина степенный и сугубо положительный при жене и ребенке и вот теперь уже пословица не сработает что жена нести нам можно и подвинуть брак был заключен в церкви так что извините подвинуть не удастся аргентинская актриса луисана лопилато праздновала недавно бэби шауэр это такой очень милый обычай когда женщина беременная на последних месяцах приглашает друзей и громко отмечает грядущие роды в общем веселятся все до упаду там костюмы специальные готовятся и всякие конкурсы в общем заказывается масса еды напитков в общем здорово мероприятие прошло в канаде на родине мужа все хлопоты на себя взяли его родственники и осталось только сидеть на мягком диванчике и наслаждаться жизнью это правильный подход так уже есть имя у новорожденной дочери пенелопы круз и хавира бардема девочку назвали луна луна бардем красиво видите лео бардем и луна бардем по моему очень красиво очень симпатично вот ну теперь у нас очень интересная тоже новость про артура кармону наклевывается роман между ним и актрисой норой солилос нора совсем недавно была в центре скандала из-за домашнего насилия ну в общем тут рассказывала прессе как бывший муж ее всячески ну как вам сказать поприлично в общем убил он ее довольно сильно подвергал ее насилию и психологическому и физическому в общем бедная женщина ну вот теперь как бы у нее будет другой совершенно тип мужчины потому что артура в таких вещах замечен был не таких вещах был никогда не замечен единственное что она смущает то что артура меняет женщин с такой ужасающей быстротой что нет никакой возможности отследить его любовные метания ну вот предыдущую даму он встретил шесть месяцев назад и в общем полгода протянули все так что может быть норе нужно подумать стоит ей это все начинать или нет моника спир венесуэльская актриса которая развелась совсем недавно поделилась своими переживаниями по этому поводу она сказала что развод был очень цивилизованным и ее дочь которая любит и маму и папу никак от ее расставания с мужем не пострадала потому что она с папой будет длится очень часто моника этому препятствовать не собирается а теперь сама моника открыта для новых отношений и ждет человека который бы ее уважал и обладал хорошим чувством юмора потому что она обожает когда ее слышал ну отлично не до смеха ребекки джонс она оформила официальный развод с мужем александро камачо поскольку 57-летний камачо хочет жениться второй раз на 41-летней актрисе терреса линз несмотря на развод ребекка и александро поддерживают дружеские отношения и вполне мирно встречаются в ресторанах на нейтральной территории в компании своего сына вообще конечно никакой движухи не тебе мордобоя не тебе кляус в правком ну в общем скука господа зурия вега встречается с актером альберту герро ну наконец-то девочка нашла себе парня посимпатичнее потому что предыдущий ее кавалер с которым она встречалась несколько лет мягко говоря небесной красотой не отличался ну и несмотря на то что еще в ноябре хорхи давал интервью говорил что не исключает возможности восстановление романа зури мы думаем что ничего такого уже не будет потому что сами посмотрите сравнить двух парней химена наваретте заявила что не знает продолжать ли ей телевизионную карьеру ну нам абсолютно ясно не продолжать потому что красота а женщина безусловно конечно красивая это заметили не только мы но отметили так сказать все люди живущие на планете земля потому что она все-таки была королева красоты миссис вселенная вот ну и красота еще не является пропуском на экран если химена пойдет и поучится ремеслу то вполне возможно что из нее будет толк ну а пока ну в общем сами понимаете ну вот на сегодня все надеемся что у нас скоро накопится какое-то количество интересных сплетен мы с вами обязательно поделимся ждем вас в наших программах подписывайтесь на наш канал до свидания